Тим Тинкер Тим Тинкер Сайленсер Со стороны команда Эмпайр ушел в баню. Ну и Акс Скайрос Мак, Омни Найт и Брюмастер В пик. По пику Тим Эмпайр Ну как то пока Немножко размазана Какой то пятый должен быть Пятое составляющее Звено, которое все Что они напикали сейчас объединит Какую то единую схему Пока что много хороших, полезных персонажей. Больше сказать ничего не могу. Брюмастер может у нас отправиться в мид для резолюшена. Это, в принципе, неплохой вариант. Акс может отправиться в сложную. На том же Аксе может сыграть Йоку. Хотя и для Йоку можно нормального персонажа выбрать. Это не Акс и не Омни Найт. Undying для Тим Тинкер четвертым пиком. Ну и, по-моему, я имею представление, что это будет за пятый персонаж для Тим Эмпайр. Что-то мне подсказывает, что под Undying'ом можно смело будет брать Шейкера. И вообще это будет прям полезно-приполезно. Брать Шейкера, в легкую отправлять Акса с Кайросмагом Нью Найта. Брюмастер идет на мид. Ну и Йоку в Солоши стоит без вопросов у нас сложную. Это уже вообще для него родная линия. Снайпера банит у нас Тим Тинкер. Ну и глянем, будет ли Шейкер у нас уходить в баню от Тинкеров. Тим Эмпайр, точнее, снайпера забанили. Глянем, будет ли в баню Шейкер уходить. Ну что там, кстати, у Тим Тинкер по расстановке лайн? Шторм Спирит, скорее всего, отправится на мид. Клок пойдет в сложную. Шадоу Демон и Undying будут в легкой. Что будет с Undying? Это будет фармящий Undying или все-таки саппорт? Тоже не ясно. Ну, если фармящий Undying, то это более-менее интересно. Хотя против Факса Undying, ну, не знаю, не знаю. Ситуация, конечно, скользкая у Тим Тинкер. Тут много будет чего зависеть от реализации. 10 секунд на бан. Медузу забанил у нас команда Тинкер. Ну и последний пик от Эмпайр. Шейкер не Шейкер. Давайте решим. Конечно, можно выбрать и героя в сложную посерьезнее, чем тот же Шейкер. Какого-нибудь Тайт Хантера. Хотя нет, Тайт Хантер тут не соберет всех вместе. Да и дэмэдж так толком непонятно, кто будет у нас вносить. Но не Брю Мастер же будет у нас, не Умни Найджи у нас, точнее, будет вносить дэмэдж. Брю тоже очень зависим от шмоток. Джаггер нау для Тим Эмпайр. Да, вот так разобрались. Я думаю, Акс теперь отправляется у нас в сложную. Брю идет в мидлейн. Джаггер фармит легкую. У Нью Найт Скайра смак на саппортинге. Ну, у Тим Тинкер уже все ясно. Единственное, непонятно, что это будет. Это будет еще один саппорт или это будет керри-герой. Тим Эмпайр подумали, что все-таки керри-герой, что шторма поставят, как я понимаю, в легкую, в триплу. А снайпера могли бы забрать в мид. Возможно, возможно. Эмпайр наверняка получше меня читают доту. Тут даже спорить с ними не буду. Если это будет керри, то кто это может быть? Дроу Рейнджер могла бы тоже зайти, в принципе. Все, кто должен дамажить, тут все рейнджи-вы. Фантом Ланцер. Фантом Ланцер для Тим Тинкер. Первую игру Блэк выиграл на этом персонаже. Вторую игру проиграли. Там Блэк у нас на антимаге, но очень сильно загнобленный антимаг. Ну и третья игра теперь. Опять Блэк на Фантом Ланцер. Сайлент у нас играет на Джаггернауте. Со стороны команды Эмпайра. Лоха Дэнс отыгрывает на Омни Найте. Сайлент на Джаггернауте, я уже говорил. Левисурн офлайн из Карасмаги, резолюшен на Брюмастере в мид. И Йоку берет себе Акса. Ну и со стороны Тим Тинкер. Пайлайдай играет на Шадоу Демоне. Койква в мид на Шторм Спирите. Пинг Панда на Эндайинге. Блэк фармить, как я понимаю, топ. Отправляется у нас, да, Блэк на топ. И Бульба в сложную линию в соло на Клокверке. Бульба уже сам себе фармит. Тут сам себе режиссер. Бульба поставил камеру. Снимает. А вам слабо? Ну действительно, ну, наверное, слабо. Пойти в соло, в собственный, в чужой, точнее, лес. И до выхода крипов умудриться поставить вард. Тут могли встретить его. И сразу трипла уже готовилась, я так понимаю, ко встрече. Ну, аккуратно все Бульба сделал, остался без травм, в принципе. У Шторма. Ну, у Талисман есть. Есть два танга. Готовится к серьезному фарму на мидлейне. Здесь против него Йоку, кстати, Блэка поймал. Ну, как поймал? Просто один раз ударил. Блэку, наверное, хватило. Блэк отправляется у нас фармить топ. Йоку забирает, Койква, точнее, забирает баунтируну на топ. Ну, и баунтируна для Брюмастера внизу. Алоха Дэнс здесь фул, 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 фул саппорт. Все, собственно, для подсейва своего тиммейта. Для подсейва тиммейтов по всем вообще фронтам. Отправляется на сложную линию. И с Аксом тут дела неприятные будут. Если Йоку агрит на себя того же Блэка, там станут просто выхиливать его. Хотя Шадоу Демон тоже, в принципе, неприятный. Агрит у нас Акс на себя кого-нибудь и моментально в дизрапшин отправляется. Уже Пинг Панда пошел у нас вроде Йоку наваливать. А по факту Йоку очень сильно, кстати, валит Пинг Панду. В дизрапшин бросают у нас Йоку. Но это хорошо. Быстрее будет бить и больше крутиться. Для Йоку тут вообще комфортная ситуация. Панда еще... Да уже три Дикея, кстати, дал. По четыре единицы силы. У Йоку очень плохо дела идут с ХП. Вообще 473 максимальный ХП. Это не есть хорошо для Акса, которому вообще выживать надо при любом раскладе. Джаггер 5 на 0. Бульба 1 на 0. Сайлент через криты, через плюсики, как я понимаю. Блейд Фьюри не вкачал. Просто тут прокнет не прокнет. Бульбу отгонять. И если давать 1-2 удара, то лучше давать серьезные удары. Йоку выхилили. Выхилили. Еще 6 веток, если что, есть. У Мни Найта тоже. По запаку на ХП на ману всего предостаточно. Как в миде дела. Резолюшн 4 на 0. Койква 9 на 3. Дела вообще не очень. У команды Эмпайр на мидлейне. Драка у нас на топе. Пайлайдай. Агрится у нас на Йоку. Дезрапшина не будет. И не будет уже, скорее всего, до смерти вплоть Пайлайдай. Нет, Пайлайдай выживает. Переключается на Пинг Панду. Тут надо либо идти, либо не идти. Йоку лишнее себе позволяет. ДиК еще один. Сейчас будет от Панды. Нет. Или да. Или нет. Или да, или нет. По-моему, не пробивает у нас ДиК. Репел. У Йоку 1 на 0 Крипстат. 1 на 0. У Акса на 2... Какой уже? Не 2, а на 3 минуте. 1 на 0. Это полный трэш. Полный вообще. Медняга... Йоку здесь намучается на лайне. Это без вопросов вообще. Тут надо только удачно загреть. Разве что на себя. И то Алоха Дэнс, в принципе, поможет. Но Йоку гоняет. Старается как-то харасить своих оппонентов. В спину Андаинг заходит. ДиК есть. Больше, в принципе, ничего. Второй левел. Пока ничего не вкачано. Ни Тамба, ни Сол Рип. Все ждут. Ждут ребята из Тинкер. Из команды Тинкер. Какой-то более-менее благоприятной ситуации. Но тут загреть на себя Акс. Благоприятная ситуация сама собой нарисуется. Только вот для команды Эмпайр. Резолюшн в минде. 10 на 0. Койква 16 на 3. Ну, кое-как там Резолюшн отковыривает свои фраги. Далеко загнали у нас Бульбу? Нет. Никого у нас никуда не загнали. Бульба здесь занимается черти чем при помощи Когов. Лайн подпушится под Тауэр. Можно будет нормально Бульби фармить. У Джаггернаута 21 на 9. У Клокверка 3 на 0. Чуть-чуть Джаггернаут перефармливает своего визави. Ну, Йоку просто туда-сюда бегает. Йоку не имеет какой-то нормальной возможности стоять и фармить. Тут, правда, и Блэку немножко он фарм обрезает. Но не так существенно, как сам Йоку проседает. 5 на 1. И не толком не побегаешь, и не поубиваешь, и не поагришь на себя. У Йоку дела вообще печальные. Тут просто немножко бесполезным становится Акс. За счет своих мувов. Бульба у нас решил погонять немножко Скайросмака. Нефиг вообще по чужим лесам ходить. Бульба забирает баунти руну и отправляется к себе на лайн. Ну, немножко по золоту, немного по опыту. На Йоку выходит Пинг Панда. Второй Дикей уже висит на Йоку. Йоку, скорее всего, доигрался. Выхиливает его Алоха Дэнс. Ну, и под Репелом вроде бы Йоку отсюда уходит. Да, должен уходить. Вот, врывается Койква на шестом левеле у нас уже Койква. Ну и что? Койква пока живет, ну и разваливает Йоку. Фёстблат. И 2х, скорее всего, Койква заберет. Без репела. Точнее, без репела. Без какого-либо дополнительного скилла. Шторм Спирит просто с руки у нас заковырял Ом Нью Найта. И этот смех действительно имеет смысл вообще. Имеет место быть. Койква тут сам герой у нас. Прохихикал. Врывается и делает дабл килл. И что ты вообще ему сделаешь непонятно. Тандаин у нас сыпется. А почему? Кто там вообще кого бьет? Пинг Панда у нас просто сливается, чтобы отправиться на собственный Тауэр. А СД? Неужели та же история у СД? Да, оба убиты нейтралами. Протроллили команду Эмпайр. Отправляются все в таверну. Ну, три же фрага. Третий на ком был сделан. Так, 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 так. Что-то где-то я пропустил. Нейтралы, нейтралы, нейтралы. Ладно, все равно уже. Три-два. Два фрага команда Эмпайр не делала. Фраги делали нейтралы. На них и запишем. Йоку 0-1-0. Брюмастер 0-0-0. У Овни Найта 0-1-0 тоже. Джаггер без смертей. И Скайрос Мак тоже без смертей. У Блэка появляется Рейс Бэнд. Это все, в принципе, в... Ринго Факвилу. Ну, ждем. Тут, в принципе, стандартная схема. Я думаю, будет диффуза. А дальше посмотрим, как получится. Сайлент. Шестой с лишним уже левел себе насобирал. У Сайлента седьмой левел вот-вот, кстати, приходит. Ну, по чуть-чуть вкачано по одному. Ну, классическая схема скилл-билда для Джаггернаута. В профессиональной доте по одному вкачан каждый из тылов. А так все остальное идет в плюсы. Ну, вот, собственно, эти плюсы дают плюс по ХП. Потому что Джаггернаут очень сильно приседает и по ХП, и по мане. Там траблы невероятные. Если не докупать каких-то шмоток или не качать плюсы на ранних левелах, там Джаггер абсолютно становится недееспособным. Йоку все-таки что-то там досмог подстилить. 20 на 4 у него крипстат. У Блэка 36 на 6. Ну, не самый хороший. У Сайлента дела гораздо лучше идут. 51 на 25. Бульбу вытеснили отсюда. Бульба вроде пятый левел, а по крипам 8 на 0. Печально. У Акса и то дела получше. Хотя и Акс на подсейве у Омника находится под его протекцией. У Брюмастера уже 1700 на руках. До Даггера совсем немного для Брю. Как там дела у мидера команды Тим Тинкер после даблкила? У Койквы есть Пауэр Трэдс, есть Нул Талисман, Ботл. Но это все было. Где еще вещи? Ну и все. У Койквы больше ничего нет, в Курьере ничего не лежит. 650 сверху на руках после ПТ. Ну это неплохо, да, в принципе. На восьмой минуте-то я как-то... Преувеличенные ожидания у меня были касательно времени. А так по таймингу Койква там по золоту великолепно себя чувствует. 4000 первый Нетворс на карте. На втором месте Сайлент. Ну, опять же, у нас парень на фрифарме. Теперь уже отправляется в лес. Сайлент. Есть фейсбутцы. Готовится, я думаю, выход в МОМ. Тут Масков Мэднес, наверное, уже не покинет у нас данного персонажа. Такого как Джаггернаут. Это как представить антимага без Баттл Фьюри. Так же у нас и с МОМом на Джаггере. Койква. Уходит отсюда под хостой. Быстрее отсюда убегать. Баттл Хангер повесили у нас на койку, но он просто уходит. Как будто и не было его здесь. Все, 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 ребята, все, я пошел. Все, окей. Окей, окей, я понял, я понял, что вы меня не ждете. Резолюшн. Две 200 на руках. Еще один крип. И готов будет Даггер. Девятая минута. Показатель достаточно хороший по времени. Сайлент. Что-то себе приобрел. Рецепт на МОМ. Летит у нас Сайленту. Ну и здесь она собирается на Мордип Маск. 3-2. По фрагам ничего у нас не поменялось. Уже минут 5 ничего не происходит. Даггер уже летит для резолюшена. Точнее, Курьер летит за Даггером. Девятая минута. По фарму все хорошо, конечно. У Эмпайр. Они по золоту тут должны выигрывать. Хотя нет. 250 всего по золоту выигрывает Эмпайр. Зато по экспириенсу полторы тысячи. Впереди. У Джаггера МОМ есть 716 на... Не МОМ, точнее. А Рецепт на МОМ есть 716 на руках. Одна пачка и будет Маск оф Мэднес. До 10-ой минуты, по-моему, великолепный показатель. Ну, топный творц на карте. Как-никак. Сколько выделят первое место? Ну, кое-ква делал даблкил здесь. А у Джаггера ничего такого нет. Нет, похвастаться в данном вопросе нечем. МОМ для Сайлента. Undying. Голый вообще. Так, врыв у нас пошел Блэка. Будет ли от Брюмастера ульта? Сейчас увидим. Блэка ловят. В Блэка полетели голуби. Но должен Йоку добивать у нас Блэка. Агрит на себя Пинг Панду. Сюда же врыв от Бульбы. Алоха Дэнс на лоу ХП. Умирает Алоха Дэнс. Умирает Алоха Дэнс. Йоку тоже, скорее всего, рассыпется. Умирает также Скаря Смак. Ну что, сколько у вас здесь всех, кого можно было наказать, наказал. На лоу ХП здесь Undying. Undying погибает. И фраг для Джаггернаута. Где, кстати, Джаггер бегает у нас? Где этот убийца? С лицом ребенка. Джаггернаут 550. Даже 600 с лишним себе насобирал после МОМа. Но один фраг сделал. Омни слэш не потрачен. Сайлент может вступить в файт один на один с кем угодно сейчас. И, в принципе, разобрать любого из героев. Ну, не считая тех, у кого есть хороший подсейв. Пайлайдай. Дизрапшн не хватает манына. Это Сайлент, в принципе, думал, что можно было бы зацепить. Но мансовать через кусты не решился. Тем более под тавером. Наверное, это действительно лишено смысла. Койква на первом месте по-прежнему. У него 4 на 0. КДА по крипстату тоже дела великолепно. 60 на 13. 90 зато у Сайлента. Ничего себе. Сайлент просто чудесно себя чувствует. По-моему, максимальный крипстат у нас с лайновых патчей крипов может быть 80 за 10 минут. Сайлент у нас еще и в лес умудрялся убегать. И в лесу там хоботить себе нормальное количество крипов. Ну что, Сайлент доигрался, по-моему. Если есть чем зацепить. Бежит быстрее от Блэка. Тут, опять же, понимает, СД недалеко. Хотя СД по факту далеко, но инфы у самого Сайлента нет. Создали пространство для фарма Йоку. Теперь Йоку будет фармить на Даггер. У Брю Даггер уже есть. И Даггер этот был показан. Не сказать, что сильно реализован. Потому что забрали по факту одного Андаинга. Потеряли троих. Но то, что команда Тим Тинкер имеет представление о Даггере, это факт. Ну все, Йоку не дает вообще никакой. Йоку не дают жизни. Только-только отправился себе в командировку на нижний лайн. Пофармить немножко. Купил пиджак с отливом. Ну и моментальный врыв. Моментально разбирают. Клок не даст. В принципе, я так понимаю, жизни у нас Йоку больше никогда. До конца игры так точно. Пока только Йоку разве что не найдет. Не начнет назойливо разваливать всю команду Тинкер. Но до этого еще далеко. До этого, как минимум, нужен Даггер и Вангвард для данного персонажа. Ну а по таймингу у Йоку проблемы полные. ТП-аут делает у нас кто-то куда-то их. Так я не понял, так и не выделилось. По-моему, Скайросмаг был, да. Скорее всего. Резолюшн с Даггером, но пока провязать его смысла никакого. На хэкграунд будет ли врыв? Да, врывается на Пайлайдай. Праймал сплит. Все. Решил в соло разбирать у нас Пайлайдай. Ну, это несложно. В принципе. Подхиливает у нас Пайлайдай. Поставили Тамбу. Еще надо выйти отсюда у нас, кстати, Резолюшн. Все. Резолюшн Даггераут. Как можно быстрее все бежать отсюда. В принципе, ульту разменял на фраг. Это неплохо. 1-0. Первый фраг для Брюмастера. В принципе, открытая шкатулка. Койква. 4-0-2. У Койква все великолепно вообще. По фарму он в первом месте. 6-600. На втором месте Сайлент. Сайлент, кстати, у нас Андайинга разбирает через Омни Слэш. Где Койква? Будет ли врыв? Да, врыв у нас пошел в Сайлента. Сайлента зацепили. Блейд Фьюри бежать отсюда как можно быстрее. Все. Сайлент, в принципе, живет. Хотя, да. Недолго Сайлент у нас как-то жил. Репел на него бросили. Ульта нет ли? Нет. Ульта... Да. Там репел, там ульта Шадоу Демона не сработала. На Сайленте? Какой же все-таки приятный этот саппорт Омни Найт. Все, что только можно за Ивейдить, можно с его помощью Ивейдить, даже не напрягаясь. Брю отправляется на ботом лейн. Должны видеть Бульбу. Бежать надо отсюда Йоку. Это еще один фраг для Йоку. Просто через батареасаут Йоку закрывает здесь. Ну и все, Йоку доигрался опять. В очередной раз. Врыв теперь от Резолюшена. Клэпнул Резолюшен сразу в инвиз. Бульба, скорее всего, отъедет. Сайлент пошел мстить за своего тиммейта. Еще один удар. Бульба умирает. Добейте Тамбу. Да, Сайлент переагресса у нас на Тамбу. Подтягивают Сайлента. Тамбу добивает Резолюшен. На лоу ХП Сайлент не уходит отсюда. Трипл килл для Койква. Кого он еще здесь убил? Как Скайросмак вообще здесь оказался? Койква просто чокнутый какой-то показатель по фрагам. Демонстрирует 15 минут сыграно, 7 убийств, 2 ассиста. И что? В принципе, Оркит-то уже готов для Койквы. Там и на Бладстоун можно замахнуться прямо сейчас, оставив в покое один Обливиан Став. Глянем. В принципе, оно, наверное, манит. Одним кликом купить Оркит себе? Давай, Койквы. Да. Просто 1 клик. 1 shot, 1 hit. Забирает себе Оркит. На 15-й минуте, в принципе, по таймингу не особо хорошо. Но, опять же, это не голый Оркит. 600 еще и на сдачу остается. Есть Боттл, есть Пауэр Трэдс. Да и Нул Талисман есть, в конце концов. Если вдруг там в догон у нас Койквы направится. Но это шутка, конечно, никуда он не направится. Койквы у нас в таверну практически направляется. Сайвенс не долетел до Койквы. Ну, на лоу хп. Акс агрит на себя кого-то там. Это все у нас с крипами. Бойня. Скайрос Маг на 30 хп уходит под собственный фонтан. А почему не проинформирован об этом Клок? Бульба так и не разоржился в Праймал Сплит. Но Баттери Ассаут на ранних левелах это полная смерть. Его фиг вообще переживешь. Тут Баттери Ассаут. Тем более, это Брюмастер. Это даже не ранний левел, а у Брюмастера 11 левел. Тут хп вообще невероятное количество. Даже где-то там, я думаю, по тысячу. Ну и монстр килл от Койквы. Забрали на этот раз Джаггернаута. Ульту проязать не дали. Через Вортекс очень-очень быстро. И опять же, Вортекс, Оркет. Всего достаточно контроль над Джаггером имеется. 8-0-3 Койква. По... Ну, повторяет, в принципе, историю у нас Йоку, кстати. Йоку прошлый матч просто божил у нас на Шторм Спирите. При том, что стоял не мидлейн, не лёгкую, а стоял лес на Шторме. Это вообще удивительно. Я ещё раз повторюсь, первый раз вообще за историю своего комментирования вижу подобную ситуацию. Ну, Блэк, скорее всего, доигрался здесь. Даже не стал Куэллинг Блейд. У нас Акс Юзать. Просто решил не тратиться по мане на Блэка. 8-11. Тим Тинкер впереди. По золоту. Тинкера 3000, по Экспириенсу 3.5 тоже в их пользу. Даггер есть. У Йоку Джаггер в это время, кстати, забирает у нас... Ээээ... Андаинга Бульба. Потихоньку проседает тут Алоха Дэнс. Тут ещё и Сайлент подключается. Баттериас Аут. Ну и всё, и побежал Сайлент. Резолюшн клэпает. Бульба погибает. Просто набор подлежащих исказуемых. Резолюшн клэпает. Бульба погибает. Джаггер бьёт. Скайрос Мак летает. А у Йоку что-то ещё вырисовалось? Да, у Йоку появляется Роуп оф зе Мэджи. Йоку готовится у нас в Блэйд Мэйл выйти. На Вангвард вообще забили. Вангвард уже нет смысла покупать. Хотя недавно у нас кто-то, кстати, из Нави, Фобос, по-моему, купил Вангвард на 32-й минуте на Клокверке. Приобрёл, ходил довольный. Ну, я не видел, конечно, но было подозрение, что улыбался за компьютером Фобос. А вот. Ну и здесь, собственно, Вангвард у Акса не суждено собрать. Роуп оф зе Мэджи появляется, значит, готовится выход в Блэйд Мэйл. И есть, собственно, против кого? Тут Клока, в принципе, высекать как-то в собственном батареасауте. Тот же Шторм может разбиться очень прилично у нас от Блэйд Мэйл. Поймали Блэка. Как же неудачно Блэк у нас загулял в собственном лесу, если можно это применить, слово вообще. Ну, без Вижена. Без Вижена гулял. Гадлайк для Койфы. Вот так вот, размен за размен. В это время Джаггернаута. Просто разменяли Мэйн Керри между собой. Игроки обеих команд. Здесь у нас Койква Гадлайк зарабатывает на Джаггернауте. А в лесу команды Тинкер погибает Блэк. Койква просто чудеса какого-то фарма показывает. Немножко даже страшновато. Что вообще творится? Бладстоун рецепт уже себе приобрел. Как-то даже покупает все так, как будто в любом случае знает, что 100% купит. И до полной сборки не пригодится ему ни один из артефактов. Возможно. У Койква и так сейчас все хорошо. 10 манно реген. Один секунду. Что у Блэка по фарму? Да все, в принципе, хорошо. Диффуза есть. Есть Яша у Блэка. Ринква Факвила. Ну и пока голый сапог. Но это не критично. Блэк, в принципе, свое заберет. Просто надо удачно более-менее подраться. 126 Крипстат у него. На первом месте все равно у нас Сайлент. Несмотря на все старания Блэка. 140. Даже 143 после данной пачки будет у Сайлента. Ну и 13-й левел уже есть. У Блэка 11-й. 20 минут у нас сыграно. Графики смотрим. Золото 0. Экспириенс 0. Что такое? Ребята переподключались? Как так получилось вообще? Полный 0 вообще. Разница в 20 по золоту. И в 50 по экспириенсу. Ладно, у нас тут серьезная драка. Сайлент через Omni Slash разваливает здесь Undying. Потеряли также Omni Night. И Койква забрал у нас Omni Night, кстати. Always on a Fly. Сильно горит. Койква может себе позволить здесь расковыривать Скара Смага. Ловит кирпич, кстати, от Брюмастера. Пошла погоня. Резолюшн отпускает у нас снайпера. Ой, от Шторма. И это не в принципе понятно. Все, поднимает ветра у нас Шторма. Есть ли попытка улететь и будет ли. Ну, клэпнуть успеет. Хотя Койква может отсюда уйти. Сайлент Койква бросает у нас на Резолюшн. Это просто до конца вообще. Резолюшн прет. И свои же крипы сделали печаль у нас для Шторм Спирита. Да, Шторм Спирит отъезжает. Резолюшн забирает. Гадлайк, Стрик, срывает. Это 806. Золото для Брюмастера. Хороший подарок. Еще и Тауэр. Резолюшн оставьте. Вообще великолепно будет. Да, забирает Тауэр. Ну и что? Это вот... Вот это 2000 на ровном месте. Ну не две, там полторы, так точно. Плюс крипы, плюс еще следующий Тауэр. Тут еще одна какая-нибудь пачечка крипов будет. Блэйд Мэйл прилетает к Аксу. Йоку теперь покрепче немножко будет, но все равно по ХП проблематичная. Ситуация у Йоку 1100, и это мало. Для Акса мало. Каждый хеллспоинт для Акса важен, потому что когда Берсеркер колл юзает, и там 40 дефа становится у Акса, очень важно, чтобы его вообще, если пробивали, то по чуть-чуть. То есть каждый хеллспоинт гораздо мощнее становится, и в перерасчете на выживаемость гораздо больше ХП у нас у Акса, по факту. Поэтому каждый буст по ХП дарит дополнительные там 3-4 секунды жизни Аксу, даже при условии, что его 5 человек будет бить. У Пайлодай даже урна появилась. Саппорт себя чувствует неплохо. В принципе, у Андайинга ничего интересного не появилось, да и вообще, по артефактам набор полного шлака. У Алуха Дэн со стороны команды Эмпайр. В принципе, та же ситуация, только есть Транквилл и есть Солрин. Какие-никакие, но все-таки артефакты. Сайлент проседает от Рохи. Кто это, кстати, у нас? Это у нас Резолюшн с Владмиром пришел. Тамбу поставили на хайграунд. Вне зоны действия, я так понимаю, Резолюшн. Нет-нет-нет, в зоне действия. Ну что, разваливают у нас Рошана. Шторм Спирит забирает Аэгис. Вроде бы били Эмпайра, по факту убили и забрали Аэгис у нас игроки команды Тинкер. Отлетает весь файт у нас Койква в ветрах. Что вообще здесь творится? Просто какой-то набор вообще восстания мертвецов. Это Walking Dead и Зомби Апокалипсис. Как там вывозить можно было всю эту ерунду? Непонятно. В итоге потеряли Джиггернаута, потеряли Омни Найта. И со стороны Тим Тинкера у Миран Дайинг здесь даже удивительно, как и Клоквер. И Бладстоун для Шторм Спирита. После Оркита, после 13 сделанных фрагов, Койква покупает себе Бладстоун. 15-й левел уже имеется. Скоро Ман Эреген будет крутой. Я думаю, по такому развитию событий. Ну и у команды Эмпайр в лице Шторма появятся очень серьезные неприятности. Эмпайр по золоту 3000 выиграет по Экспириенсу, 500 тоже в их пользу. У Бульбы 11-й левел, Блэйд Мэйл, Транквилл и Боттл. У Фантом Лансера 802, что такое? Где-то в Курьере что-то должно быть. Да, Бутсов Трэвел покупает себе Блэк. Есть Яша, есть Диффюза. В общем, у Нетворцу 9800 заработал у нас Фантом Лансер. 11700 Джаггернаут и 12600 Койква на Шторм Спирите. Бульба отстреливается, но это так. Просто прочекать ситуацию, потому что где-то у нас потерялся в это время Джаггернаут. Непонятно было, выйдет ли он, не выйдет в бок тому же Койке, в тому же Бульбе. Джаггер может развалить, в принципе, соло кого угодно. Ну, разве что Шторма не получится убить. Только по причине Болл Лайтнинга. Ну и Шадоу Демона, если Дезерапшин заюзал, то, собственно, Джаггер его разваливает без вопросов. А так все остальные гибнут. Ну, даже не обсуждается данная ситуация. Команда Эмпайр. Заходят за Т-2 уже. Койква здесь, в принципе, неплохо так переждал. Левел 16-й получил. Ну и все, и полетел Койква драться. Куда, куда, куда? Да никуда, собственно, Койква у нас не влетел. Просто проверил ситуацию, кто где у нас находится. У Резолюшена готов практически Блэкинг Бар. У Блэка появляется Алтимейт Орб. Готовится выход в Манта Стайл. Резолюшен ловит здесь Блэка. Бежать дальше за Блэком? Нет. Оставляет его в покое под Хостой. Кстати, был Брюмастер, но не рискнул. Ну и Блэк тоже, в принципе, нормально здесь бегает. Тут есть и Бутсов Тревел, есть и Яша. Да и вообще сбить элементарно ТП Фантом Лансеру попросту нечем. Для этого надо раскладываться в Праймал Сплит. Но устоит ли оно того? Вряд ли. Сайлент провязал МОМ просто, чтобы быстрее к крипам вообще перемещаться. У Сайлента готовится что? Блэк Кинг Бар... Блэк Кинг Бар. Баттл Фьюри для Сайлента готовится. После Манта Стайла появляется Персик, появляется Клеймар. Немножко странная последовательность, как по мне. Койква на хайграунде. Видят ли друг друга? Сайлент не видит Койку, Койква не видит Сайлента. Но по звуку-то можно понять, где у нас вообще Сайлент находится. А теперь Сайлента видит у нас Койква. Просто стоит и спамит ремнантами. Пока ничего более полезного не сделал. Ну и уходит, уходит, уходит. Здесь Курьер, кстати, очень удачно полетел через лес. А то, я думаю, Койква разобрал бы его очень быстро. Вышел забрать Т1. Готов сражаться за Т1. У нас Джаггернаут. Вот сюда же ТП сразу же от Омни Найта. Алоха Дэнс, пошел в соло у нас бить Койкву. Что ты себе позволяешь, Алоха Дэнс? И Койква убегает. У Койква просто в панике. Вдруг там бешенство вообще у Омни Найта. Вроде как бы сильно не надамажит, укусит. Потом лечись. Два месяца. Да, напугал, конечно, Алоха Дэнс Койкву. Просто ты в чем неоправданный. Я-то прекрасно знал, что никого там сзади нет. А у Койквы где-то там что-то поджалось. Сайлент. В лес отправляется. Баттл Фьюри имеется. 818 еще и сверху для Джаггера. Ну, по фарму все прекрасно. 14,5 обгоняет Койкву. Того самого Койкву, который всю команду Эмпайр в страхе держал не так давно. В лес смещается команда Эмпайр. Пайлайдай. Солвейс Монофлайм решил подраться. Мистик Флэйр практически полностью в себя впитал. Койква где? Койква забирает у нас Омни Найта и пошла дальше погоня за команду Эмпайр. Потеряли Скайра Смага, потеряли Омни Найта. 30 минут сыграли мы. Файтрик Кап так нас не особо интересует. Давайте вообще глянем, как дела. 3000 по золоту Эмпайр, по экспириенсу чуть менее 1000. Тоже за команда Империя. Где Койква? Куда он летает вообще? У Койквы 10 зарядов, кстати, в Бладстоуне. Ultimate Torp есть, готовится, я думаю, Шторм выйти. А во что здесь выходить? Наверное, можно попробовать, в принципе, собрать линку. По данной игре Шторму лишней она не будет. Есть что, в принципе, и выйдет. Always Man of Light, тут просто вот иллюзий Блэка рассыпается. Еще и сверху ракета и вот Клокверка присыпали. Убивают, убивают, убивают саппорта. И 15-19 становится счет. Чуть менее, чуть менее, да вообще тут почти в ноль по экспириенсу Эмпайр идут. И по золоту пока еще 3000 выигрывают у своих соперников. Но это все, опять же, за счет Сайлента, который очень здорово фармит на данном этапе. Сайлент ждет своего времени, чтобы ворваться удачно. Если кто-то пойдет подсейвить у нас Тауэр, то можно и ворваться. Праймал Сплит провязал у нас Брюмастер. Сейвит Пайлодай своего тиммейта, но должны вроде забирать. Пинг Панда через Соло Риф выхиливается. И, по-моему, проблема огромнейшая у нас у Резолюшена. Никак вообще отсюда не уйти. После ульты рассыпается. В это время надо хотя бы Т2 разменять. Сайлент месит. Месит просто как сумасшедший. Сайлент бьет. У Сайлента хорошо получается бить Блэка, агрит на себя, ну и разбирает. Через Омни Слэш не стали церемониться. Квилинг Блэйд еще и от Йоку сверху. Ну что, можно идти на хайграунд. Классно, забрали Блэка сразу на хайграунд. Алоха Дэнс далековато. Отсюда Койкова в это время. Скайрос Мага на нижний рунин. Там Блэка убивали. Какой нам Скайрос Маг вообще? Бульба тэпа аут как можно быстрее. Круто. Пинк Панда, тэпа аут. Все это на половине команды Эмпайр. Шторм Спирит. 1800. Ну, улта, ултимейт орб есть. Ну и глянем. Возможно, сейчас уже появится либо Персеверанс. Так, куда у нас Шторм? Шторм на мид отправляется на Алоха Дэнса. Просто на фулл ману. Ну и манно реген 33 в секунду. Это действительно много. 100. Ровно 100 просто за 3 секунды Койкова себя отъедает по мане. Тут можно юзать, не переюзать. Курьер у нас Джаггернаута несет какое-то чудо, да? Прилетает Башер для Сайлента. Ну, посмотрим. Теперь, если будет Башер у Сайлента, если будет позже Абисал Блейд, то тут и Шторм не есть проблема. Та же история с Фантом Лансером. Просто в Омни Слэше можно будет Фантом Лансера разбирать достаточно быстро. Главное не дать заюзать Доппергангер или Койку за Сайлент Сити или, наоборот, там застанет до того, как Койква проюзает Болл Лайтнинг. Доппергангер от Блэка как можно дальше. Пока не догоняют Койку, а врывается у нас на Лоха Дэнса. Понял, он что рипал на Сайленте? Койква, неужели рассыпется здесь? Да, убивают у нас Койку. 24 секунды его не будет, это благодаря Бладстоуну. Гвардиан Энджел пошел у нас от Эмпайр. Подняли в ветра Андайенг. Андайенг, кстати, в ульте. Разваливают Пайлайдая, ну и... Да и что? И Пинг Панда здесь огребает. Геосептор заканчивается, Пинг Панда отъезжает. Три фрага на ровном месте. Очень скоро появится Койку. Одну, собственно, вот уже и он. Но, тем не менее, драться 3 в 5, это полнейшее самоубийство. Тим Тинкер об этом понимает. Поэтому надо как-то подсушить игру. Подождать, как-то восстановится Шадоу Демон и Андайенг. Просто главная задача не пустить на свой хайграунд. Рошан цепится. Я так тихонечко сижу, как будто могу спалить команду Эмпайр. Готовится ворваться у нас Бульба. Хукшот. Нет, не дает хукшот Бульба. Отменяет хукшот, потому что не успевали бы тиммейты. Это действительно верная смерть. Там бы развалился 100%. 19-22 по золоту Эмпайр. 7,5 по экспириенсу почти 4000. Давайте по артефактам пробежимся. Все-таки уже как-то у нас 35 минут сыграно. Блэйд Мэйл есть у Бульбы, Форстаф, Транквилы. У Блэка на Фантом Лансере. Всего дофига и готовится постепенно выход в Тараску. Остается совсем немного, там где-то 800 до Виталити Бустера и Рецепта. У Андаинга ничего, кроме Пойн Бустера. Готовится выйти в Вагоним у Койквы. Чуть-чуть остается до Хекса. В принципе, вот здесь вот и бегает его Хекс. Где-то в соседнем споте. Ну и Шадоу Демон, есть Даггер, есть Транквил Буцы, есть Урнов Шадоу. Больше просить вообще нельзя, ничего Пайлое Дайву. У Джаггернаута. Все-таки появляется не Абисал Блейд, а появляется 2 алтимейта Рба и готовится выход в Скаде. Что ж тогда? Ну тут Аэгис, в принципе, скоро пропадет. Решил Сайлент пойти не в дэмэдж, я говорю об Абисал Блейде, а обезопасить себя. Если есть такой артефакт, как Скаде, то это плюс там дофига, по-моему, по ХП самому герою. Ну и, конечно же, появляется возможность переживать. Раскастать со стороны команды Тингер. Скаде уже летит в Курьере. Сайленту пора бы как-то и слить Аэгис, если он хочет подраться именно с данным артефактом. Но я думаю, он будет агрить на себя, Сайлент. Будет пытаться, как минимум, заагрить на себя. Сколько там, кстати, до потери Аэгиса. Еще, в принципе, достаточно долго. Блейд Фьюри, ну и Тавр еще прохарасили. Курьер уже готов. Как только пропадает Аэгис у Сайлента, сразу же вкладывается в него Манта Стая. Хукшот от Бульбы. В Йоку. Не лучшая идея. Уходит отсюда Бульба. Мистик Флеер у нас по... По... Да, собственно, по никому. Скайросмаг перед смертью дал Мистик Флеер и ушел. Гвардиан Энджел от Алоха Денс. Алоха Денс умирает. Где Джаггер? Где вообще основная ударная сила? Джаггер умирает два раза, как я понимаю. Да, сбили Аэгис или нет? Сбивали или вообще? Ну и Йоку здесь, скорее всего, тоже рассыпается. Вот это да. Где-то что-то я подобное видел. По-моему, первый матч. Гиас Эль Вана. Встречи между Тим Тинкер и командой Эмпайр. Что-то вот подобное наблюдалось. Нафигели. Фантом Лансер, а потом Фантом Лансер снес очень быстро сторону за стороной. Сторону за стороной. У Резолюшина есть Даггер, есть БКБ. Уже Алтимой Тор появляется для Брю Мастера. Я думаю, готовится выход в Хекс. Лишним, наверное, для Брю Дан и Артефакт не будет. И как-то надо будет контрить по факту Фантом Лансера. Здесь уже имеется Ривер. Есть Доминатор и есть Сатаник. Вот так вот Блэк у нас пошел не в Тараску, а в Сатаник. Решил очень долго драться в файтах. Но посмотрим, насколько это реализуемо вообще по факту. Я, кстати, не видел у нас на Фантом Лансерах тысячу лет уже никаких Сатаников. Блэк какую-то новую тенденцию открывает. Если зайдет Блэк, то можно тогда и данную сборку считать доступной. Ну, Сатан, через иллюзии, через собственный дэмэдж очень быстро сносит у нас скрипов. Алоха Дэн сыпется. И Бурба сразу же ТП-аут отсюда. Койка отсюда своим, в принципе, ходом улетает. Койка 50 манореген в секунду. 50. То есть 2 секунды 100 манопоинтов. Ну, просто немножко прогуляться. Тут 20 секунд походить. 2000 тебе... Откадеш. От Ригене точнее. У Штарма 22 левел. Хекс есть. Есть Бладстоун. Есть Оркет. Койка чувствует себя хорошо. 16-2, но тут бы поймать, конечно, Койку и убить. Это был бы нереальный подарок для команды Империя. Ну, как ты поймаешь, в принципе, Штарма с фулл маной. Врыв пошел у нас на Always One of Fly. Еще один фраг для Койку. Уже и 13 зарядов для мидера команды Тинкер. Алоха Дэнс еще раз решил прийти. После Скайра Смага решил поиграть в интересную игру. Бурба врывается в Алоха Дэнса. Не закрывает у нас. Кстати, Омни Найта. Ну, тут и без этого разбирает. Шторм Спирит. Киллинг Спри уже для Койку. И Йоку под Блэкинг Баром. Агрит на себя огромную пачку Блэков. И Блэк уходит основной отсюда. Койква тоже делает тэп-аут. Ну и все, Акс. Пытался-пытался бежать, пока что не добежал. Дальше за Блэком. У Блэка все есть, в принципе, чтобы эвейдить всю эту ерунду. Ну что, не помог Сатаник у нас Фантом Ланзеру? Просто потому, что в Омни Слэше кого вообще бить? С кого отъедаться? 60 мана реген для Койквы. После Хекса, после Бладстоуна Оркита появляется еще и Шива. Все, осталось поменять, наверное, тапок на Бутс оф Тревел. Шторму. Ну и подумать о пятом серьезном артефакте. На дэмэдж или на ману? Ну, неважно. Скорее всего, на дэмэдж. Потому что у Шторма уже имеется 2 900 маны. Этого более чем достаточно. БКБ не был бы лишним, конечно. Койкве. У Бульбы всего лишь 500 остается до Аганима. 42 минуты у нас сыграно. 20-29. 2 500 Эмпайр выигрывает по золоту. 7 500 проигрывает по золоту команда Эмпайр. Как долго у нас данный матч затянется, пока не ясно. Потому что в массированный пуш ни одна, ни другая команда еще не пошла. Но здесь дотянется, я думаю, до того, пока Блэку скучно не станет. И он не пойдет сносить команду Эмпайр. У Сайлента 3 900 сверху после купленного... Купленовая в Скаде. Можно, в принципе, Сакротрелик покупать Сайленту и нормально драться. По экспириенсу графики тоже в пользу Эмпайр движутся. По золоту идентичная ситуация. Алхаден с Даггером. Резолюшн тоже с Даггером. Поймали Блэка. Хикс-аут Резолюшн, но мы это, в принципе, уже видели. Блэк, быстрее бежать отсюда. Йоку, по-моему, вообще не туда залез. Тут одни иллюзии. Как же больно наваливают у нас Аксу. Наваливают Брюмастеру. Сжигают Ману. И ХП тоже заодно сжигает. Резолюшн, что пауза украли. Поймали Блэк. Поймали Блэк. Нажимают на паузу. Возможно, траблы какие-то. Давайте тогда по вещам пробежимся. Уклокер Крк. Форд Став есть уже Аганим для Бульбы. Ну, Блэйд Мэйл, Транквилы, мы это с вами видели. Фантом Лансера. Имеется Манта Стайл, Диффуза, Сатаник, Бутс Уф Тревел и 3200 на руках. У Андаинга, Геос Септер и Пойм Бустер. Пока что только 1000 на руках. Еще 2 надо насобирать до Аганима. У Шторма. У Шторма невероятно много денег. Да, это при том, что его обгоняет Джаггернаут. Это же Джаггернаут. Это 45-ая минута. Джаггернаут должен обгонять его на Шторма при любом раскладе. Но то, как отыгрывает Койква, это, конечно, очень круто. Шивас Гвард есть. Сайт оф Вайс, Оркит и Блад Стоун для Шторма. Ну и СД тоже не бомжует. Все, СД, в принципе, в порядке. Ну, давайте дальше по команде Эмпайр. Джаггернаут. Абисал Блейд приобрел себе. Манта Стайл есть. Скади, Баттл Фьюри, Фазы и Мом. Всего достаточно. Это фулл запак для Джаггера. В принципе, из вообще законных. У Омни Найта до Аганима остается всего лишь 800. Дальше ульта будет по всей карте. Скайрос Мак. В принципе, ничего для Улл Суна Флая нет серьезного по артефактам. Брюмастера мы видели. Ну и Акс, Даггер, Шива, Блэйд Мэйл и Блэк Кинг Баттл. Ждем, когда вернутся команды. Пока не начинаем. Как только команды появятся, сразу же ворвемся обратно в стрим. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 И будет команда Тим Тинкер заставлять его юзать, я понимаю, байбэк. За 50 секунд это точно может минимум одна сторона развалиться. Тем более не стоит забывать, это 49-ая минута. Иллюзии, пошли грызть Тауэр. Тауэр едят, Йоку врывается у нас на Блэка, агрит на себя и побыстрее куда-то наверх. В Резолюшн. Пока не ультит, где Блэк? Блэк уходит. Уходит, на развороте никто драться не будет. 50 минут сыграно. Я понимаю, конечно, что на кону команд очень серьезные вещи поставлены. Но, честно говоря, такая пассивная дота превращает всю игру в лотерею. Один удачный файт и минус трон. Эмпайр разве этого хотят? Не уверен. Хотя, может быть и хотят. Потому что ПЛ, в общем, в лейте должен наваливать серьезно. Но так по Блэку смотришь, как будто где-то там что-то с кнопками. Какие-то проблемы. 2-4 счет у Шадоу Демона и у Фантом Лансера. 2-4 счет. Баттерфляй есть. С руки 280 по 290. Поймали Койкву. Сразу же в Хекс. Мистик Флэйр под ноги. Койква умирает. 70 секунд не будет Койква. 4 заряда у нас в Бладстоуне у Шторма. Ну и так можно побежать по миду. 23-32. Эмпайр проигрывает по фрагам. По золоту где-то приблизительно в ноль. Да, тут 2000 по золоту. По Экспириенсу 2,5. Все это в пользу Тим Тинкер. На 50-й минуте, хочу вам сказать, вообще не преимущество. Сайлент начинает сносить Т3. Блэк прибегает к нему. Блэк ловит у нас замедление. Сайлент отсюда уходит. Ну, Резолюшино гоняют как только могут. Ну, Т3 практически упал. Все, Сайлент врывается на Т3. Джаггер моментально на Блэка. Агрят на себя. Койква. Не поможет ли вообще своему тиммейту. Блэка, кстати, у нас через Дизрапшн подсейвил Пайлайдай. Бульба до сих пор в собственных когах стоит. Койква. Always Wanna Fly разваливает. Разваливает также Алоха Дэнса. Ну и что? И умирает здесь Сайлент. Как-то так драки не очень получаются у команды Эмпайр. Йоку. Стрейют в одни коги с Булбой. Ну и опять же здесь батарея Сау. И ничего с этим не сделать. Койква еще и фраг пытался подстилить. Не получилось. Ну и сразу же на топ лейн. Есть Boots of Travel. В принципе, у Блэка. У Койква та же история. Все, пошли сносить Тауэр на топ лейне, а потом забирать бараки. Байбэк от Акса. Резолюшн. Пошла погоня за Койквой. Блэк клапает под ноги. Агрит на себя у нас Блэка. Ну и что? И должны забирать. Блэк на ЛОХП погибает. Койква в итоге. Серьезный файт. Вот с двумя сразу. Бульба проседает по ХП. Квилинг Блэйд от Акса. Дальше можно бежать. Койква тоже Квилинг Блэйд заслужил. А ЛОХА ДЕНС просто из ниоткуда вообще. Появился. Захилил себя. Убил. Убил наш Шторм Спирита. Троих потеряли. Троих потеряли. Мид лейн должен сыпаться. Команда Эмпайр идет в пуш. Нет троих игроков у Тим Тинкер. По байбекам сейчас узнаем. Только у Шадоу Демона есть байбек. Но Шадоу Демон у нас живой. Так что это не имеет никакого смысла вообще. Йоку. Подошел к Тауэру и отошел. Вот здесь выполняют дела совсем другие ребята. Сайнет начинает с милишного барака. Потихоньку, потихоньку друг друга пытаются зацепить. Толком этого не получается. Во-первых, репел. Во-вторых, есть чем и вейдить у команды Эмпайр. Ну что, поймали здесь Шторм Спирита. Койква, зачем же ты так круто фармил? Зачем ты такой красавчик был? Что так жесточайшим образом литься на 54-й минуте. Ульта пошла от Джаггернаута. Все в Блэка, что можно было только всадить. На Пайлайдай не переключаются. Блэк съедает сыр. И практически фуловый. Тут Сатаник просто не дают проюзать. Бежать как можно быстрее отсюда Блэк. Кирпич пошел у нас по Фантом Лансеру. Йоку. Ульта по голове Блэку. Блэк рассыпается. Доминейтинг для Эмпайр. Ну осталось только Пайлайдай загнать. Это будет Тим Вайп. Можно будет сносить одну или даже две стороны. Все, Хеллингвард поставили. Т4 сразу. Не касаясь вообще ничего. Выкупается у нас Шадоу Демон. На Т4 идет команда Эмпайр. Им это надоело. И они готовы заканчивать доту. Пайлайдай сыпется. Вот Резолюшина. Вот Алоха Дэнса. Сайлент валит у нас в это время. Тавер. Сайлента нет. А Эгиса, да и ни у кого нет. А Эгиса, Эгис давным-давно у нас уже выпал. Есть возможность байбэка только у Омни Найта. Падает Тавер. Один, второй. Сыпется Трон. Шести секунд должно быть достаточно. Глифа нет. Три секунды. Койква ворвется и Койква отъедет, я думаю. Разбегается. Команда у нас Эмпайр. Стейт Резолюшин и просто размешивает Тауэр. Трон точнее. Ну все. Трон падает. Трон падает. Победа от Эмпайр волевая. Потому что то, что делал Койква с командой Эмпайр, должно быть вообще показываться только после полуночи. И по предъявлению документов, что вам есть 18 лет. И тем не менее, тем не менее, нашли управу на Койква. Смогли поставить его на место и выиграть этот матч. Поздравляем Эмпайр. Они выходят на ВП. Полар. Ну на Полара, в короче говоря. Асус. И там будут в полуфинале сражаться. Другой полуфинал. Сейчас вам покажу. Другой полуфинал. Вот он тут. Нави вышли, обыграли Хелл Рейзерс. Выходят на Альайонс. Ну а там уже победитель как получится. Ладно. У нас сегодня очень долгий день был. Завтра будет, по-моему, не короче день. Начнется он у нас в 11 сет. У нас Signature Trust играет против Arcanus Gaming. У них переигровки Join.Dota MLG Pro League. Ну и, конечно же, мы будем за этим наблюдать. Все. До скорой связи. Спасибо еще раз, что были с нами. Нас было, конечно, немного. Но на то были свои причины. Важно, что мы были вместе. Все. Услышимся уже завтра. Это была студия Игрокам ТВ. У микрофона был друг. Меньше играйте в Доту. Больше читайте книг. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok